Здравствуйте, это Рынки Позиции, в студии Елена Хрупова. И мы подводим, немножко запоздало, но все-таки итоги предыдущей недели. Напомню, что за команду технического анализа на минувшей пятидневке выступал Андрей Хохрин, а команду фундаментального анализа представляла Евгения Кузнецова. И вот мы смотрим на то, что короткую позицию в валютной паре доллар-рубль рекомендовала нам команда технического анализа. Но, к сожалению, не было точки входа, которая была обозначена экспертом, поэтому рекомендация не сработала. Также, к слову, как и у фундаментальной команды, которая делала ставку на покупку, экспедиа, просадка 0,65%. В целом, ни одна из команд за пятничный эфир не получила балла. Но давайте посмотрим на недельный счет, который существенным образом изменил расстановку сил, поскольку, наконец-то, техническая команда смогла прибавить 3-1 в ее пользу. Но глобально все равно продолжается лидерство фундаментальных команд. Итак, на текущей неделе у нас очередная битва титанов. Поскольку команду технического анализа представляет Александр Бутманов, управляющий партнером Алгофонда Dream Team Investments, команду фундаментального анализа Анатолий Радченко, управляющий партнером компании United Traders. Добрый день, господа. Рада вас видеть. Спасибо, что принимаете участие. Ну вот, для начала, давайте тогда заслушаем сегодняшние рекомендации и обсудим самые значимые события. Начинает по традиции команда технического анализа. Александр, пожалуйста, ваши две минуты. На текущий момент я предлагаю брать акцию в шорт. Это акция DDR. Формально это акция, де-факто, это Real Investment Trust на недвижимости. Сейчас ее цена около 14.8. Если эта цена доходит до поддержки, 14.7 ее пробивает. Я полагаю, что бумага может устремиться на 9.11. То есть достаточно большой профит-фактор. Можем заработать более 30%. Если нас пустят в позицию, но при этом цена развернется против нас, необходимо ставить стоп на 15.80. Рииты, в принципе, сейчас достаточно слабая секторная группа ввиду повышения ставок ФРС. И также, поскольку S&P находится наверху, этот риит демонстрирует консолидацию внизу около своих минимальных значений. Поэтому, с точки зрения технического фактора, бумага проявляет слабость. И в случае пробоя 14.70 ее необходимо шортить, но не забывать ставить стоп на 15.80. Или и take profit, если дойдет до 9.11. Так, вы рекомендуете на Нью-Йоркской фондовой бирже? Нью-Йоркской фондовой бирже, конечно. И скажите, каким образом тогда будет формироваться тренд в этой бумаге, учитывая, что рождественские праздники были закрыты, биржи, есть какой-то здесь фактор риска или, наоборот, возможности? Учитывая, что это долгие горизонты, это дневные, де-факто, графики, даже недельные, поэтому у нас будут небольшие каникулы, там, до 3 января активной сессии, 2-го будет вестись сокращенная сессия, поэтому, да, у нас будет небольшой перерыв в торгах, но если вы ставите такие длинные цели по стопам и по профиту, в данном случае этот аргумент не является критичным. 30% это уже с учетом тех рождественских новогодних праздников, которые будут, переносится на следующий год ваш? Нет, 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 мы именно 30% ставим примерно take profit, ожидаем около 30% по этой бумаге, это довольно много. Да, это довольно много, но я имею в виду, что это не на сегодняшний конкретно. Нет, это не на сегодняшний конкретно. Да, но амбиции все равно хороши. Итак, а теперь рекомендация нашей фундаментальной команды. Анатолий, пожалуйста, ваши 2 минуты. Здравствуйте, всех рад приветствовать. Как говорится, Merry Christmas and a Happy New Year. Вчера у нас был выходной и, соответственно, рынки не работали, поэтому сегодня приходится делать ставки, можно сказать, в каком-то информационном вакууме. Тем не менее, я воспользуюсь поговоркой «trend is your friend», то есть мы любим тренды, и недавно я стал инвестором компании Tesla Motors. Кстати, интересный факт, что компанию Tesla Motors можно купить как на бирже NYC, так и на Санкт-Петербургской бирже, где она торгуется. Компания Tesla Motors закончила слияние с компанией SolarCity. У нас это так называемый high-better stocks, и, скорее всего, они сделают небольшой такой home run до конца нового года. В этой акции 28% short interest, и инвесторы по традиции закрывают те позиции, которые к ним пошли в течение года до конца года. И поэтому Tesla Motors уже сделала неплохое движение, и мне кажется, что она может его продолжить в районе 220 долларов. Я рекомендую покупать ее на открытии и закрывать ее на закрытии, и каких-то стопов и тейк-профитов мы не ставим. В принципе, мы держим позицию одну торговую сессию. На мой взгляд, можно ее держать дальше, но в рамках программы ограничения один день, я думаю, вполне уместно. Также в новом году нас ждут такие новости, как запуск Tesla Model 3, на который очень большие заказы. Мне кажется, Илон Маск показал, что он может справляться с проблемами, которые нерешаемы, это вывести компанию в плюс, и, соответственно, запустить хорошо продажи новых машин. Спасибо. Вы сказали про Hi-Bet. Вот какие еще есть бумаги из этой же категории, какие можно сейчас рекомендовать, например, на американском, может быть, не только на американском рынке? Ну, здесь такой очень спорный вопрос, если мы посмотрим... И нужно ли рекомендовать именно с высокодетом? Есть несколько типов инвесторов. Те, которые покупают виннеров, те акции, которые хорошо растут, и те, которые покупают лузеров, те акции, которые еще не выросли. Например, если мы посмотрим на индекс Dow Jones, он в этом году обогнал доходность индекса Nasdaq, что, в принципе, бывает достаточно редко. И акции Nasdaq находятся на своих исторических максимумах, но не выросли так, как индекс Dow Jones после того, как пришел в Трамп в классе. Соответственно, все акции Nasdaq, и даже хорошие акции, которые платят дивиденды, в том числе Apple, они дешевы относительно реального сектора, относительно сектора финансов, относительно машинериз тех же, нефтяного сектора. И мне кажется, здесь вот этот спред может немножко замкнуться к концу года, поэтому акции Nasdaq, они хотя еще не пошли, это лузеры, но тем не менее, любые акции будут интересны. Это Netflix, это Amazon, это Apple, все очень классическая ситуация. Александр, ну вот Анатолий говорит, что тренд его друг, а ваш кто, как вы подбираете бумаги, особенно в конце года? Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, глупо спорить с трендом. Единственное, что с точки зрения, если в конце года у фонда или у человека хороший профит, я рекомендую все-таки какую-то часть вывести в кэш и слишком сильно не рисковать. Ну, а к минимуму 30, те же самые 30 процентов, такой кэш-хедж, ну, есть такое понятие, вы можете хеджировать свои позиции, не только в опционах, вы можете хеджировать позиции своего портфеля, в том числе, используя денежные средства. Это там сложная, в принципе, модель, но все просто, имейте правило, если вы сделали хороший профит, 30 процентов вывести в кэш, это абсолютно нормально. С точки зрения того, что сказала Анатолий, текущий тренд растущий и хай-тек немножко придавили, ну, это понятно, поскольку Трамп сказал, что будет третья индустриализация Америки, и во время этой индустриализации очевидно, что General Motors и все остальные машины, они будут лучше себя чувствовать. Поэтому посмотрим, как себя поведут там в Фейсбуке и Тесла, всегда интересно за ними смотреть, но на текущий момент я своего товарища не подержу и, наверное, вот просто как инвестор Теслу не возьму. Теслу хорошо, а американский рынок, давайте тогда его перспективы кратко. Будет ли расти дальше? Американский рынок обязательно в долгосрочной перспективе будет расти дальше, однако, очевидно, будет коррекция, вопрос от каких уровней. Я лично думаю, что она уже понемножку назревает, где-то 220, 2300, может быть, 2350 – это уровни, от которых я бы уже опасался и вводил кэш до 50%. Я думаю, что тренд-фолловеры не все согласятся со мной, но это их право. Что скажут нам тренд-фолловеры? Я уже много лет хожу на эту замечательную передачу, на канал РБК, постоянно говорю о том, что нужно инвестировать в американские акции, они постоянно растут и постоянно мне говорят о том, что будет, возможно, коррекция, будет еще что-то. Конечно, будет, может произойти все, что угодно, но наша работа как трейдеров профессионально относится к риску и, соответственно, этот риск брать. Нам платят не за то, что мы, так сказать, выводим прибыль из своих позиций, как-то пытаемся ее сохранить или что-то еще. Нам платят за то, что мы берем риск, как бы это наша работа. Соответственно, грамотный трейдер, он всегда ищет возможности, он не ищет, как бы, то, что может, грубо говоря, навредить его стратегии. Он всегда ищет opportunity. И поэтому, я думаю, что американский рынок продолжит расти, причем нас должно ждать ускорения. Какие-то временные горизонты или, может быть, цифры назовете, до каких уровней? Да, вы тоже просили, да. Ну, смотрите, есть такая русская поговорка, знаете, как пока рак на горе не свистит. А кто будет этим раком? В данном случае у нас ситуация с Трампом. Потому что пережили два черных лебедя. Трамп в январе уже будет, инаугурация заступит в свою должность президента. Анатолий Лонг, пока Трамп в Белом доме не свистит. Да, пока... Ну, смотрите, единственное черное лебедко, который рынком пока не учтен и никак не отыгрывается, это заградительные тарифы. Тарифы Трамп, который хочет ввести. Это повышение налогов на китайский экспорт. Это какие-то... Отменить, кстати, несколько десятков Трамп планирует законопроектов и тех законов, которые были при Абаме. Естественно. И это еще в цене никак не отыграно. Это не отыграно и в долларе, это не отыграно и в акциях, в секторах конкретно, которые работают на экспорт, или имеют какую-то конкуренцию с китайскими товарами. И все, мы это будем отыгрывать в первой половине 2017 года. Вот здесь может быть какой-то нюанс. Первые 100 дней правления, как минимум, да? Ну, первые 99, да. Хорошо. Какие тогда конкретно секторы сейчас видятся вам наиболее перспективными в связи с приходом Трампа? Наиболее перспективные сектора, которые выросли уже при приходе Трампа, они достаточно дороги. В том числе это финансы, которые выигрывают от инфляции и повышения ставок. Это транспортейшн, железные дороги, авиалинии. Это, скажем, майнеры, те, кто добывают уголь, металл. Эти акции уже достаточно сильно выросли, и их покупать, мне кажется, сейчас немножечко опасно. Ну, по крайней мере, там, возможно, какая-то локальная коррекция, о которой говорит Александр. И, на мой взгляд, сейчас все-таки лучше посмотреть на технологии, на то, что еще не выросло. Там очень маленькие риски, там неплохие компании, там есть куда сходить, и поэтому стоит присмотреться к Насдаку. Вы знаете, фундаментальный анализ, он так же, как акробатика, если ты ее знаешь, не обязательно тебе показывать пироэту прямо здесь. Но я попробую себя поставить на место Анатолия и как-то добавить на ваш вопрос ответ. Если необходимо инвестировать и брать риск, если это необходимо и хочется, то я бы брал риск через такие компании, как Ford и General Motors. Вот они как раз являются бенефициарами всех защитных мер. То есть у нас автомобильная тема просто под разными ракурсами сегодня звучит? Ну, по факту, да. Но если вы хотите все-таки зайти в тренд и верите в американский рынок, я бы все-таки входил, несмотря на то, что IT-компании, хай-тек, они очень популярны, были последние десятилетия. Если хотите поиграть еще в квартал 2, то, что все будет хорошо, я бы поиграл через General Motors и Ford. У General Motors потрясающие фундаментальные показатели. Трамп будет стимулировать продажу всего американского по всему миру. И также любая промышленность, которая будет подниматься, будет по факту стимулировать машиностроение. Малое и легковое. Поэтому General Motors и Ford, если вы хотите поиграть наверх, я бы поиграл там. Ну вот, Анатолий, двигатели внутреннего сгорания планируют приобретать и рекомендуют там. К примеру, последний контракт GM, это поставки его Волтов в компанию Uber, то бишь это электрические машинки небольшие. Так что не только Tesla делает электрокары. И в принципе идея Александра, она вполне интересная, но мне нравится немножко больше доходности, больше риска. Возьмите плечо. Но еще один в этом году был Черный Лебедь. Из тех десяти, которые обозначал Bloomberg, это Brexit. Вот в двух словах, есть ли какие-то здесь интересные идеи до конца года, которые могут реализоваться? До конца года мы вряд ли что-то увидим именно по Brexit. Но с точки зрения того, что это происходит, я считаю, что... Вот поскольку, например, мы с вами обсудили, что многое в цене уже, но многое еще не учли рынки относительно... А что не учли? Относительно мер Трампа. Вот если мы с вами поговорим даже не про ФРС, которая, я считаю, вообще еще не в цене, все следующие 3-4 повышения ставки, ну бог то с ними. А если мы говорим про Brexit, я думаю, что мы глобально просто даже еще близко не понимаем, насколько большие и жирные черные птеродактили, как говорят мои товарищи, вылезут, в том числе из-за Brexit. Но они вылезут в 2018-19 не ранее, учитывая, что тогда... Рынки – это опережающая сила, поэтому, возможно, они вылезут уже в 2017 году, поскольку что там будет с банковской системой, как они резервирование отразят, что с недвижимостью британской будет, фунт упал. Так, Анатолий, в двух словах можете описать, какие такие последствия будут? Сложно сказать. В первую очередь, последствия, которые уже отыгрываются, это обесценивание таких активов, как недвижимость в Британии, земля и многие разные вещи, которые классические всегда были защитными активами для инвесторов. Подесерело покупаем? Для инвесторов всего мира. Нет, я не думаю так, и на мой взгляд, это вообще даже не драйвер сейчас, это неинтересно. Можно гадать сколько угодно, сейчас у нас Трамп, и нужно отыгрывать эти новости, нужно все не учесть. Бритит уже несколько отошел в прошлое. Я напомню, техническую команду представляет Александр Бутманов, фундаментально Анатолий Радченко. Увидимся завтра. Рынки позиций, Елена Хрубкова, не переключайтесь. Левченко Ракурс. Госконтроль и надзор. Реформа начинается.